Они отлично владеют стрелковым оружием, без труда ориентируются в темных коридорах, справляются со взрывчаткой и световыми гранатами. Правда, виртуально. Counter-Strike – игра, которая уже давно владела умами молодежи. Эта игра уже стала классикой, на самом деле. Без нее даже не представляю, как играть можно. Я уже организую турнир второй или третий раз. Поклонников «Контры», так ее еще называют, как оказалось, огромное количество. На два дня в Шумерлю съехались команды из разных городов Поволжья. В списке участников – геймеры из Ульяновска, Димитровграда, Самары, Санкт-Петербурга. Федор Смоленцев приехал с друзьями из Мариэл. Раньше занимался киберспортом профессионально. Сейчас много времени отбирает работа, но отказаться от поездки в Чувашию не смог. Приехали мы сюда двумя командами здесь «Крылы» поиграть, посмотреть на Шумерлю, что это за город такой. Я знал, что он в Чувашии. Мне очень стало интересно. По Поволжью мы очень много куда съездили. И вот это место, я думаю, нам запомнится надолго. Уверена, виртуальный автомат держат в руках и девушки. В игре Людмилу Кустякову уж точно побоятся назвать слабым полом. Ходы и пробежки отрабатывались годами. Она играет с 2005 года. Сейчас живет в Санкт-Петербурге. Входит в состав женской команды. В Питере, в принципе, тоже турниры проходят. В основном все... там девчонок нет. Собственно, ну, как бы тоже одна женская команда среди пацанов. Еще в танки научили меня играть. Еще и в танки буду играть. Кибер-турнир проходит в Шумерле уже в шестой раз. Но так широко шагнул за пределы Чувашии впервые. Идея проводить виртуальные поединки принадлежит местным геймерам. Их поддержал городской интернет-провайдер. В этот раз киберспортсмены соревновались в трех дисциплинах. Контер-страйк, футбол и стратегия Дота. Кстати, виртуальная победа приносит реальные дивиденды. Кроме дипломов, чемпионы получили денежные призы. Теперь организаторы дальше поднимают планку. На следующий турнир ждут киберспортсменов международного уровня.